Добрый день, дорогие друзья! Данный выпуск iXBT NewsDigest посвящен необычным устройствам, новостями о которых была полна прошедшая неделя. Вы узнаете об инициативе Google по превращению одежды в интерфейс управления техникой, гибридном ноутбуке от Asus, необычайно стильном компьютере от Thermaltake, о роботе, способном разговаривать с хозяином, дополненной функциональности клавиши пробел, об умной бутылке, а также о роботе, который мастерски владеет катаной. Компания Google поделилась информацией о Project JackCard. Основная идея разработчиков превратить одежду в интерфейс для управления техникой. Достичь этого предлагается посредством внедрения в ткань специальных проводящих нитей, неотличимых от традиционных, использующихся в текстильной промышленности. Специальные миниатюрные модули преобразуют поступающие от нити сигналы, которые передаются на мобильное или любое другое устройство. В принципе, ткань превращается в подобие ноутбучного тачпэда. Само собой, не обязательно вплетать такие нити во всё изделие. Достаточно небольшой площади, к примеру, верхней части рукава пиджака. Разработчики акцентируют внимание на том, что производство проводящих нитей можно наладить на стандартных станках без необходимости в доработке. Приближение выхода Windows 10 заметно по анонсам компьютеров с этой операционной системой. Так, компания Asus показала гибридный ПК Transformabook T100HA с экраном размером 10 дюймов, который должен появиться в продаже в третьем квартале этого года. Основой портативной системы служит однокристальная система Intel Atom X5. Объём оперативной памяти равен 4 гигабайтам. Планшет толщиной 8,5 мм весит 580 грамм. Время автономной работы производитель оценивает в 14 часов. Интересно, что это недорогое, судя по всему, устройство оснащено разъемом USB Type-C. Компания Thermaltake представила очень необычный проект. Моддинговый персональный компьютер под названием Thermaltor. Устройство выполнено в виде молота скандинавского бога Тора, который называется Mjolnir. Молот словно разбивает подставку, по ней бегут многочисленные трещины. В свободную продажу такое решение, увы, не попадёт. Конфигурация ПК не раскрывается. Цвет подсветки молота и подставки можно менять независимо друг от друга. На сайте Indiegogo успешно идёт сбор средств на выпуск небольшого робота Museo, которого разработавшая его компания, наделила зачатками искусственного интеллекта. В круг обязанностей Museo входит сообщать пользователю о входящих сообщениях и запланированных событиях. Также общаться с ним. А кроме того, взаимодействовать с другими электронными устройствами в доме. Например, управлять освещением, аудио и видеотехникой. Небольшой экран в голове робота служит для вывода эмоций. Предусмотрен выпуск нескольких вариантов робота, заметно различающийся как аппаратной конфигурации, так и программным обеспечением. Самая доступная версия Museo стоимостью 100 долларов сможет поддерживать беседу со своим владельцем, улавливая тему разговора, но получит весьма ограниченную память и не сможет подключаться к сети интернет. Компания Synaptics объявила о доступности новой технологии SmartBar. Разработанная специально для настольных ПК и ноутбуков технология является первым в отрасли решением, которое добавляет поддержку жестового управления для кнопки пробел. Например, такое решение позволяет масштабировать документ, используя привычный по сенсорным устройствам жест, можно выделить текст слева или справа от курсора и т.д. Причем технология поддерживает смешанные жесты, при которых используется как касание, так и нажатие на клавишу. Потребление оптимального количества воды – непременные условия здоровой жизни и хорошего самочувствия. Умная бутылка Trago способна следить за количеством потребляемой жидкости, используя технологию измерения уровня воды с помощью ультразвука. Мобильное же приложение выдает пользователю рекомендации, учитывая степень физических нагрузок и данные об окружающей среде. Электроника находится в крышке бутылки, совместимой со всеми емкостями с подходящим диаметром горлышка. Для связи со смартфоном используется интерфейс Bluetooth. Средства на выпуск Trago сейчас собирают на сайте Kickstarter. Стоит устройство 50 долларов. Компания Yaskawa Electric Corporation, выпускающая промышленных роботов, нашла интересный способ рассказать о своих достижениях. Созданный в Yaskawa робот Motoman MH24 стал участником своеобразной дуэли с человеком, демонстрируя мастерство владения самуральским мечом. В отличие от человека роботу не понадобились годы, чтобы владеть своим телом и духом, достигая совершенства в обращении с катаной. Вместо этого был использован опыт человека, что вкупе с возможностями робота привело к впечатляющим результатам. Это были самые интересные новости прошлой недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал.